Всем привет! С вами канал Космостар. В эту девочку невозможно было не влюбиться, веселая задорная Пеппи длинный чулок из музыкального фильма, сказки быстро завоевала сердца зрителей. Это было в 1984 году. Света Ступак, исполнившая главную роль, прославилась на весь Советский Союз. Но потом о ней долго ничего не было слышно. Лишь недавно стало известно, какая тяжелая судьба выпала на долю Светланы. Света стала тяжелым испытанием для создателей фильма «Пеппи длинный чулок». Она была очень талантливой, но то и дело заставляла взрослых нервничать и ругаться, очень уж своевольным и гиперактивным ребенком оказалась эта девочка-акробатка со светлыми косичками. Фильм сделал ее знаменитой, но потом она исчезла с экранов. Что же с ней произошло? Шведская писательница Астрид Лингрин придумала свою Пеппи, чтобы развлечь больную дочь. Она рассказывала девочке веселые истории об озорной Пеппи, многие из которых когда-то происходили с ней, ведь Астрид в детстве была еще той непоседой. Эту книжку экранизировали в Швеции еще в 1968-м, но в нашей стране фильм не получил признания. Зато музыкальная сказка, которую режиссер Маргарита Микаэлян сняла скорее по мотивам оригинала, сразу стала хитом. Киношная Пеппи сильно отличалась от книжной. Начать с того, что она была не ярко, рыжей, а блондинкой. Да и возраст Светланы Ступак оказался неподходящим, ей было уже 13, тогда как в книжке речь идет о 9-летней девочке. Поэтому Свету сначала не хотели брать на эту роль. Все решили пробы. Светлане дали задание изобразить вождя дикого африканского племени. И она мгновенно преобразилась. Оказалось, в этой хрупкой девочке, подростке, бездной энергии, неукротимого задора, веселого озорства. На официальном сайте Льва Дурова, который тоже снимался в этой сказке, приводятся воспоминания режиссера Маргариты Микаэлян, Света отчаянная, неугомонная заводила. Откуда такие берутся? Из подворотни. Мать целыми днями на работе, отца нет. С утра до ночи болтается во дворе, в школе редкое гостье, дневник завален колами и двойками. Свету выловила наша ассистентка из самодеятельного циркового кружка. Вдобавок Света умела выполнять самые сложные трюки без дублера, ходила на руках, делала сальто, ездила верхом. Выяснилось, что она всегда мечтала стать акробаткой. Позднее Светлана рассказывала, что воспринимала съемки в кино как веселую игру. Ей нравилась возможность отпустить на волю свой бешеный темперамент, дать волю гиперактивности, которая доставляла так много проблем ее родителям. Здесь, на площадке, Света могла не сдерживаться, в волю лазить по деревьям, раскачиваться на канате, кататься на лошади. И скоро эта безудержность сделалась настоящей проблемой для режиссера и остальной группы. Такое понятие, как дисциплина, было Свете совершенно незнакомо. В один из дней Пеппи попросту сорвала съемку, никому не сказав, убежала в заброшенный сад и явилась через несколько часов, вся исцарапанная и растрепанная, зато с полным подолом яблок. В другой раз пришла с разбитым носом, дралась с мальчишками. Словом, это была настоящая Пеппи. После этой сказки Светлана Ступак снялась еще в двух фильмах «Я за тебя отвечаю» и «Право любить». И больше на экранах не появлялась. Позже, в 90-х, ей предлагали играть девушек по вызову и бандитских подруг, но она отказывалась. Стать цирковой артисткой Светлана тоже не смогла, из-за искривления позвоночника ее не приняли в цирковое училище. СМИ сообщали, что ей пришлось сменить не одну профессию, бывшая Пеппи работала официанткой, продавцом, секретарем. Она вышла замуж, сменила фамилию, стала Поляковой, родила дочь, которую назвала Елизаветой. Рассказывали, будто на экране Светлана перестала появляться еще и из-за своего мужа, тот запретил ей сниматься, потому что сильно ревновал. Они прожили вместе 8 лет, потом развелись, и Свете пришлось не сладко, в 90-х всем было нелегко, все считали копейки. Они с дочкой жили вместе с семьей брата Светы, всем вместе казалось чуть полегче сводить концы с концами. По сведениям СМИ, именно в те трудные времена актриса и начала злоупотреблять алкоголем. Хотелось, видимо, заглушить разочарование и горечь от не сложившейся жизни, не состоявшейся карьеры. Умерла ее мама, всю жизнь проработавшая медсестрой. Светлана мечтала разъехаться, наконец, с братом, разделить квартиру. Но в этот момент к ней пришли неизвестные люди. Они утверждали, что отец Светланы задолжал им огромную сумму. Угрожали, что отнимут квартиру. Пришлось судиться. Все эти события подействовали на актрису самым губительным образом. Ее здоровье и так было далеко от идеального, а судебные тяжбы подорвали его окончательно. Что было дальше? Информация противоречивая. Издание «Экспресс», «Газета» и «Анвс.ком» писали о том, что актриса умерла от остановки сердца в марте 2018 года, в возрасте 46 лет. В качестве доказательства приводятся слова женщины, которая представилась соседкой актрисы и опубликовала сообщение о ее смерти на сайте кино, театр.ру. Похороны Светланы прошли тихо и скромно, практически незаметно. Никаких официальных сообщений в СМИ о смерти Светланы не было, возможно это не точная информация. А может быть просто никто не вспомнил об озорной девочке с косичками, сыгравшей когда-то Пеппи, но так и не ставшей знаменитой актрисой.